Размерность этого подпространства есть n-1. То же самое можно поговорить в плане определений, можно дать для любой размерности и тоже будет называться распределением плоскостей. И, естественно, мы не хотим совсем произвольное сопоставление каждой точки какого-то подпространства, мы хотим, чтобы оно было гладким. Что такое гладкость, гладкое распределение, это насколько подробно нужно пояснять. Ну, например, значит, что значит гладкое? Давайте, вот раз мы говорим про корразмерность 1, то это сказать совсем просто. Если у нас есть какая-то локальная система координат x1 и так дальше xn, то в касательном пространстве возникает базис, состоящий из соответствующих касательных векторов, которые обычно обозначаются операторами дифференцирования по x1 и так дальше xn. То есть это базис в касательном пространстве. Базис в касательном пространстве. И как задать проще всего подпространство корразмерности 1? Одним линейным уравнением. Правильно? какой-то там, скажем, альфа 1. Да, в нем есть координаты. Давайте x большое. Это будут координаты в касательном пространстве. Тогда плоскость корразмерности 1, гиперплоскость, задается уравнением какой-то альфа x1 на x1 плюс и так дальше. Плюс альфа n xn t равно нулю, где не все альфа и t равны нулю. Так. И вот распределение плоскостей будет считаться гладким, если эти коэффициенты можно сделать гладкими функциями. Значит альфа и t гладкие функции функции от x1 и так дальше xn гладкие функции от координат. Как набор чисел, зависящие от координат альфа 1 альфа n на что это похоже? Как геометрический объект, на что это похоже? Набор чисел с нижними индексами. Ну, на векторном, на вот этом векторном пространстве, на касательном, это просто линейная функция. То есть это, как геометрический объект, это один форма. Вот альфа Альфа n это один форма. Один форма. Таким образом, если вы хотите задать распределение плоскостей, то, ну, по крайней мере, в небольшой окрестности какой-то точки, то самый естественный способ это сделать, распределение плоскостей, корразмерности 1. Самый естественный способ это сделать, это взять не обращающуюся в 0 1 форму. Альфа не обращается в 0. И сказать, что ваше распределение плоскостей задается как ядро этой формы. Так, собственно, часто и пишут. Правда, тогда такие обозначения используют чаще, когда говорят про контактные структуры. Там распределение плоскостей совсем не такие, вот ровно противоположные к тем, с которыми мы будем работать в случае слоений. Но, тем не менее, в каждой точке один форма есть просто линейная функция на касательном пространстве. Ее ядро это плоскость скорой размерности, это гиперплоскость в касательном пространстве. Понятно? И вот, когда две формы будут задавать одно и то же распределение плоскостей. Альфа и альфа штрих задают одно и то же распределение плоскостей. Если, ну, в каждой точке мы должны получать одну и ту же гиперплоскость, когда два уравнения задают одну и ту же гиперплоскость? Когда они пропорциональны? Значит, если существует лямбда, такое, что альфа штрих есть лямбда на альфа. И лямбда, значит, что такое лямбда? Лямбда в каждой точке может быть свое, это функция. Это не обязательно константа, это гладкая функция. Вот точки. И лямбда нигде не должна обращаться в ноль. Наши формы не имеют права обращаться в ноль. Соответственно, коэффициент пропорциональности между ними тоже не имеет права обращаться в ноль. И вот вопрос, который нас интересует, состоит в следующем. Да, как связано распределение плоскости со слоениями? Очень просто. Пусть у нас есть слоение, это значит, что локальное наше многообразие разбито на разбито на листы на гиперповерхности. Так и в каждой точке у нас есть касательное пространство к этой гиперповерхности. Таким образом мы получаем, что каждому слоению соответствует некоторое распределение плоскостей. И вопрос, который мы хотим обсудить, состоит в том, что это распределение плоскостей далеко не произвольное. Не общего, далеко не общего положения. Понятно почему, нет? Что тут, что нужно от распределения плоскостей, чтобы оно могло касаться слоения некоторого. Давайте, самая простая размерность, это размерность 2. На плоскости или на поверхности задано слоение. И таким образом возникает поле, лучше говорить тогда распределение не плоскостей, а распределение прямых. Раз уж они размерности 1, в каждой точке у вас задано направление. Для поверхности задать направление, задать распределение прямых и задать слоение это одно и то же. Ну, во всяком случае, пока мы не спросили про класс гладкости. Давайте пока что мы забудем вопрос про вопросы, связанные с маленьким классом гладкости. Давайте считать, что скажем, цель бесконечности для простоты. Вот мы рассматриваем, пока что мы, чтобы не отвлекаться, будем считать, что все наши объекты цель бесконечности. Если у нас есть распределение прямых на поверхности, то оно задает нам слоение. Почему? Почему? Потому что по теореме о решении обыкновенного дифференциального уравнения. Вот, допустим, у нас есть в каждой точке, вы знаете, у вас указаны некоторые направления. Так, вы можете, стартуя с произвольной точки, решать дифференциальное уравнение, которое состоит в том, чтобы можно записать условия касания траектории данного распределения прямых локально, можно записать как обыкновенное дифференциальное уравнение. Понятно это или надо подробно расписать? Мы сейчас подробнее распишем для распределения плоскостей. И через каждую точку пройдет локально ровно одна траектория. Так, вот у вас локально возникнет разбиение вашей поверхности на кривые. И это разбиение легко можно показать, что это слоение. Да, локально вы можете выбрать такую систему, иначе говоря, вот что, вы можете выбрать такую систему координат, чтобы ваше распределение прямых выглядело просто вот, чтобы это были горизонтальные прямые в каждой точке. Выбором системы координат это можно сделать, для этого нужно решить обыкновенное дифференциальное уравнение. Если это действительно вызывает трудности, то говорите, я объясню более подробно. Вообще-то это, я считаю, что если был курс обыкновенных дифференциальных уравнений, это должно быть понятно. Но вот с плоскостями, скажем, в трехмерном пространстве, с распределением двумерных плоскостей в трехмерном пространстве, этот фокус не проходит. Почему он не проходит? Давайте мы вот эту уберем. Смотрите, вот допустим, давайте я пока на пальцах. Допустим, у вас в некоторой точке есть в окрестности точки определено распределение плоскостей, и в этой точке мы можем его сделать, скажем, чтобы оно было параллельно координатной плоскости x1, x2. Можете даже считать, что это начало координат, не суть важна. А дальше оно как-то варьируется. Но варьируется, во всяком случае оно непрерывно, поэтому вы можете считать, что оно не слишком далеко уходит от горизонтального направления. И вы хотели бы найти здесь поверхность, которая проходит через эту точку и всюду касается распределения плоскостей. Как эту задачу можно пытаться решать? Ну, например, вы можете взять плоскость натянутую на x1, x3. Тогда ваши плоскости из распределения высекут на этой плоскости некоторое распределение прямых. Давайте я уберу вообще плоскость нашего распределения. Они высекут некоторые распределения прямых. Вы можете сделать то же самое. И это распределение прямых однозначно интегрируется до некоторого слоения, по крайней мере в окрестности этой точки, на координатной плоскости x1, x3. Потом вы точно так же можете... То есть вот эти кривые, которые здесь будут получены, это кривые, касающиеся исходного распределения плоскостей. Давайте его назовем V. В. В — распределение плоскостей. Значит, эти кривые, каждая из этих кривых должна целиком лежать в одном слое слоения, если оно есть. если у нас есть слоение, для которого V это распределение касательных к нему плоскостей, то все эти кривые, каждая кривая обязана содержаться в одном слое. И то же самое вы можете сделать с плоскостью x2, x3. Вот тут вы тоже получите какое-то распределение прямых, проинтегрируете его, получите тоже какое-то слоение. А теперь вы можете сделать вот что. Давайте я отдельно нарисую теперь. Это x1, это x2, это x3. Вот эти две плоскости это вот одна и вторая. Вот смотрите, вы пошли с какой-то точки, вы получили кривую, которая должна лежать в одном слое. Вот она пришла куда-то сюда. Так и здесь пошли по ней, она пришла куда-то вот сюда. Теперь вы можете тоже самое посмотреть, как выглядит сечение этого предполагаемого слоя с плоскостями, который параллельно координатным. Да, образует с этими двумя такой прямоугольный цилиндр. И здесь то же самое, вы пойдете, у вас совершенно однозначно строится кривая, которая идет так, чтобы касаться распределения плоскостей V. И тут будет кривая, которая определена совершенно однозначно. И вообще говоря, они придут в разные точки. И таким образом, если вы возьмете распределение плоскостей такое более-менее произвольное в общем положении, то построить поверхность, которая касается целой окрестности некоторой точки, касается этого распределения плоскостей вообще говоря нельзя. Как правило, нельзя. В случае общего положения это невозможно. То есть распределение плоскостей должно быть довольно специально. И вот мы его так назовем, если оно интегрируется до слоения, то оно называется интегрируемым. Это распределение плоскостей, распределение гиперплоскостей. Ну, гипер здесь в данном случае это определение может давать любой корразмерности. Нас будет интересовать корразмерность 1, поэтому распределение гиперплоскостей называется интегрируемым. Если оно является касательным к некоторому слоению, если оно является касательным некоторым некоторым слоением. И, собственно, теорема. пусть альфа не обращающийся в 0, 0,1 форма. 1 форма, ну, можете считать, что она определена только в окрестностях точки. Мы можем говорить как локально о данном явлении, так и глобально. Это неважно. Я не буду поэтому специально писать, о чем идет речь. Утверждение, которое свойство быть интегрируемым, оно, конечно, локально, как и свойство быть слоением. Определение слоения тоже дается локально. Поэтому контекст локальный или глобальный здесь не принципиальный. Вот если у вас есть необращающаяся в 0,1 форма, то заданные ей распределение гиперплоскостей интегрируемо тогда и только тогда, когда имеет место тождество. Альфа внешне на d альфа равно 0. Внешнее произведение известно, что такое? Или не очень? А мы сейчас разберем, мы сейчас доказательства напишем. И для размерности 3 и плоскости размерности 2. И там, собственно, это условие будет расписано явно. Давайте, ну, доказательства в одну сторону совсем просто. Если наше распределение плоскостей касается некоторого слоения. Давайте пусть альфа интегрируемо. Пусть и оно касается некоторого слоения. Слоение локально может быть задано просто по определению слоения. Его слои могут быть заданы уравнениями хнт равно константе. Правильно. В окрестности любой точки слоение по определению есть разбиение на гиперплоскости вида хн равно константе. Но это значит, что наше слоение локально имеет вид ядро дхнт. И если оно задается как ядро какой-то другой формы, это значит, что форма альфа представляет из себя произведение какой-то функции на дхнт. А тогда альфа на д альфа равно, надо продифференцировать по правилу Лебница, д лямбда на д, извините, сначала альфа лямбда дхнт. Внешне на что? Д лямбда на дхнт. Ну, собственно, я скобку уберу, потому что второе слагаемое будет лямбда на д, дхнт со знаком плюс, которое равно нулю. Значит, вот дифференциал этой формы, это просто д лямбда на дхнт. А поскольку у нас тут дхнт и дхнт два раза во внешнем произведении, это ноль. Так что это условие альфа на д альфа равно нулю, оно является необходимым, и это совершенно тривиальная выкладка. В другую сторону, ну, чуть менее тривиально, надо воспользоваться теорией обыкновенных дифференциальных уравнений. Давайте теперь пусть альфа на д альфа равно нулю. Ну, собственно, мы сейчас напишем все в такой форме, что мы будем, на самом деле, и одновременно необходимость доказывать. Но необходимость нам уже очевидна. Так что, вот пусть у нас выполнено это условие. Давайте, чтобы проще было писать, там никакой разницы нет, какая размерность. Давайте я ограничу себя случаем n равно 3. В случае более высокой размерности, если хотите, можно считать упражнением на ду. И давайте считать, что моя форма, я изучаю, я хочу доказать локальную интегрированность, да, этого достаточно. Поэтому я рассматриваю альфа в окрестности какой-то одной точки. И в окрестности этой точки, я считаю, что заведена система координат такая, что альфа 3 не обращается в ноль. Вся форма не обращается в ноль, я могу в маленькой окрестности, уменьшив окрестность, если это необходимо, считать, что альфа 3 не обращается в ноль. Мне нужно будет на какой-то из коэффициентов альфа делить, и пусть это будет третий. Я хочу, значит, вот у меня система координат x1, x2, x3. Давайте я буду считать, что точка P соответствует точке 0, 0, 0 для простоты в этой системе координат. Опять же, никоим образом это меня не ограничивает. Так, только извините, я буду писать индексы сверху. Я хочу локально построить систему координат y1, y2, y3. Такое, чтобы слоение задавалось так, чтобы моя форма альфа 3 была пропорциональна форме dy3. Я хочу сделать замену координат такую, чтобы просто мое слоение задавалось уравнениями, y3 равно константе. Так, я больше того, я сделаю это так, чтобы y1 равнялась x1 просто, y2 равнялась x2, а y3 равнялась, ну, некоторой функции f от x1, x2, x3. Я хочу сделать такую замену координат, чтобы якобиан этой замены был положительным. Что мне нужно? Мне нужно обеспечить... Что мне нужно от этой функции? А? Чтоб замена координат была дозволительной. Чтоб якобиан замена была положительной. Что мне нужно обеспечить? Да, мне нужно, чтобы df по dx3... Зачем больше? Не обращалась в ноль. Это все, что мне нужно обеспечить. Так. Вот это то, что я... То, что я хочу... Собственно, мне надо одну функцию построить, у которой производная... Частная производная по x3 отлична от нуля. И такая, чтоб моя форма была пропорциональна df. Значит, α будет... Это будет равно просто df. Я одну функцию всего должен построить. Эту функцию я задам... Начальными значениями. Сначала. А именно, если... Первая координата равна нулю, и вторая координата равна нулю. x3. То я просто волюнтаристски положу ее равной x3. Тут я даже менять ничего не буду. Положу ее равной тому, чему есть. Так, ну а теперь я напишу вот это условие. Значит, df по dx1, df по dx2, df по dx3 должно быть коллинеарно α1, α2, α3. Я... Сейчас, одну секундочку. Я все неправильно сделал. Я неправильно сделал. Я... Сейчас... Я сделал ровно наоборот. Сейчас мы, если напишем, мы... Я сделал, извините, ровно наоборот. Нам нужно... x3, чтобы равнялась какой-то функции. Давайте ее буквой g обозначу. Нам нужна обратная замена. Замена нам нужна ровно в обратную сторону. g от y1, y2, y3. Вот это условие у нас будет автоматически выполняться в начале координат. Да? И поэтому оно будет выполняться в некоторой окрестности. Мы про него можем не беспокоиться. Мы сейчас... Значит, вот функцию g от 0, 0, y3 мы положим равной y3. А дальше мы перепишем вот это условие. Дальше мы перепишем вот это условие. Сейчас, чего я написал? Правильно. А именно... Значит, что такое альфа? Это альфа-1 dx1 плюс альфа-2 dx2 плюс альфа-3 dx3. Так, это должно быть равно... Должно быть коллинеарно. Волна означает равно с точностью пропорциональности. Это должно совпадать с dy3. Так, а давайте напишем, чему вот это равно. Это альфа-1 dy1 плюс альфа-2 dy2 плюс... А здесь будут частные производные x3, выраженного через y1, y2, y3. Так, значит, dg по dy1... Сейчас, секунду... Так, я вот здесь неправильно написал. dg по dy1, dy1 плюс dg по dy2, dy2 плюс dg по dy3, dy3. И вот это должно быть коллинеарно просто dy3. Что отсюда следует? Сейчас, тут где-то еще потерялся альфа-3. Альфа-3. Вот так. Так, вот теперь, по-моему, хорошо, да? Все правильно? Как вот это может быть коллинеарно dy3? Как это вообще может случиться? Когда здесь есть dy1, dy2 и dy3. То есть, как это может случиться? Надо приравнять к нулю коэффициенты при dy1 и при dy2. То есть, надо написать, что альфа-1 плюс альфа-3 на dg по dy1 равно нулю. И альфа-2 плюс альфа-3 на dg по dy2 равно нулю. Иначе говоря, нужно решить такую систему. Вот зачем я предположил, что у меня в окрестности альфа-3 отлично от нуля. Я хочу решить вот такую систему уравнений. dg по dy1 равно минус альфа-1 поделить на альфа-3 и dg поделить на dy2 равно минус альфа-2 поделить на альфа-3. Я хочу найти функцию g, которая обладает вот таким свойством. То есть, если y1 и y2 равны нулю, то она есть просто y3. А при фиксированном y3, при каждом фиксированном y3, ее частные производные по y1 и y2 удовлетворяют вот такой системе уравнений. Здесь, может быть, стоит расписать... Понятно, да? То есть, мы для каждого y3 вот это берем за начальное условие, когда y1 и y2 равны нулю. А потом хотим для произвольных y1 и y2 решить вот такую систему. Это неправильно думать, что здесь написана система уравнений в частных производных. Потому что каждое из этих уравнений — это обыкновенное дифференциальное уравнение. Одно для переменной y1 в одном дифференцируется только по y1, в другом — только по y2. Давайте плоскость нарисуем, y1, y2. Вот вы зафиксировали какое-нибудь значение y3 вообще раз и навсегда. У нас зафиксировали значение y3. И начинаете решать... Начинаете с точки 0,0 решать эти уравнения. Первое уравнение можно решить, скажем, вдоль первой карнатной прямой. Для всякого y1 найти значение функции g, просто решая обыкновенное дифференциальное уравнение. После этого, взяв каждую точку за начальную, решать второе дифференциальное уравнение. Так решать его в вертикальном направлении, вдоль второй карнатной оси. И тем самым получится функция g, определенная не на всей плоскости, но в некоторой открытой окрестности начала координат. На некотором квадратике ее можно решить, эту систему. Сначала решая первое уравнение, потом решая второе. Но что получится? Второе уравнение вы решаете для любого начального условия на горизонтальной оси. Поэтому второе уравнение будет выполнено на всей плоскости. А первое уравнение вы изначально решали только напрямую. И совершенно не обязательно, чтобы оно после этого было выполнено всюду. И нетрудно написать необходимые достаточно условия того, что эта система, разрешенная таким образом, будет... Такой алгоритм даст вам решение первого уравнения на всей плоскости. Это надо просто взять, представить себе мысленно, что вы решили первое уравнение вдоль прямой, потом второе уравнение вдоль всех прямых. И по теореме о дифференцировании решения обыкновенного дифференциального уравнения, ничего больше здесь не требуется. По теореме о решении обыкновенного дифференциального уравнения, написать условие, что вот это уравнение выполнено всюду. И то, что получится, это так называемые условия совместности. Давайте эту систему какой-нибудь звездочкой обозначим. Условия совместности для такой системы выглядят очень просто, казалось бы. Нужно продифференцировать то, что написано. Грубо говоря, условие совместности состоит в том, что d по dy1 и d по dy2 это коммутирующие дифференциальные операторы. А, тут я написал опять в том же порядке. Сейчас, тут 2, тут 1. То есть вот производная этого по y2, написанная в силу второго уравнения, и производная этого по y1, написанная в силу этого уравнения, должны давать одно и то же. Только в этом, только для того, чтобы их написать, нужно некоторые вещи не забыть. А именно, нужно не забыть, что α это функция от чего? Изначально это была функция от x1, x2, x3. Так, это была какая-то известная функция от x1, x2, x3. При этом мы сделали замену, в которой x1 это то же самое, что y1, x2 это то же самое, что y2, а x3 это функция g от y1, y2, y3. Нужно просто не забывать, что α это на самом деле вот такая сложная функция, когда мы будем это дифференцировать. Ну вот и давайте, давайте напишем, что у нас получается. Сейчас, только куда бы нам, ну здесь я думаю хватит. Я минусы вот эти буду игнорировать, они и там и там, поэтому я напишу, что производная вот этого по y2 равна производная этого по y1. Значит, что такое производная вот этого выражения α1 поделить на α3 по y2. Значит, что такое d по dy2 от α1 поделить на α3. Числитель сначала. Значит, производная по y2 это что такое? Это d2 α1. Так, y2 входит вот сюда. y2 входит в сложную функцию сюда. Плюс d3 α1 умноженное на, умноженное на что? На dg по dy2. И вот здесь в качестве dg на dy2 нужно поставить вот это дело. Оно с минусом. Минус, значит здесь минус. α2 делить на α3. Так, и все это поделить на α3 пока что. Понятно, как нужно условия совместности выводить? Или условия нулевой кривизны, если хотите. Тут можно с разных точек зрения на это смотреть. Вот. Но если вы с формами кривизны дел не имели, то проще всего думать про решение обыкновенного дифференциального уравнения. Значит, ничего здесь кроме теории обыкновенных дифференциальных уравнений и правил их дифференцирования по параметрам и начальным условиям, ничего здесь применять не нужно на самом деле. Так, это мы числитель продифференцировали, α1, правильно? Теперь точно так же дифференцируем знаменатель. Минус, сразу напишем α3 в квадрате. И здесь точно так же, только вместо α1 ставим α3. Так, D2 α3 минус, так, это не пойдет таким способом. Минус D3 α3 умножить на α2 делить на α3. Есть такое дело. Делить на α3 в квадрате я, конечно, потерял еще α1. Все это еще умножить на α1, которое было в числителе и оно не должно тут исчезнуть. Вот, то, что получится, должно равняться тому же самому, в которое 1 поменяли местами с 2. Я просто так и напишу 1, меняйте местами с 2. Если это условие выполняется, то решая вот эту систему так, как я сказал, да, вы сначала прорешаете ее вдоль оси y1, потом прорешаете второе уравнение. Начало решать первое уравнение вдоль оси y1, потом прорешаете второе уравнение на всей плоскости. И вы напишите условие, что полученная функция G удовлетворяет первому уравнению всюду. Вот, когда вы это условие напишите, вы получите в точности вот это условие совместности. Вот, но в таком виде о нем неудобно думать, удобнее думать, ну как, ну производная этого по y2 должна равняться производной этого по y1. Это запомнить как-то, запоминать более естественно. Вот, а условие, безусловно, то же самое. Так, ну вот давайте мы сейчас это дело перепишем где-то в сторонке, что у нас получилось. Что у нас приравнялось к нулю в результате. Значит, вот это мы можем стереть. Еще раз. Можно положить α3 равным, так, я только сейчас равным единице, и не так красиво будет. Мы положим равным единице, и мы не увидим, мы потеряем вот эту симметрию, которая указывает на то, что это произведение α на dα. Мы суть как бы немножко спрячем. Поэтому лучше не будем полагать α3 равным единице. Давайте умножим это все сразу на α3 в квадрате. Мы предположили, что у нас α3 отлично от нуля в некоторой окрестности. Поэтому спокойно можем на него умножать. Это всего лишь равенство просто одной функции, ну как равенство какой-то функции нулю. Умножим ее на α3 в квадрате. Значит, что мы получим? Давайте вот это слагаемое, да? Вот это слагаемое. Я буду сразу писать два слагаемых, которые... Буду сразу писать разность. Того, что написано слева, и того, что написано справа. Для каждого слагаемого. Значит, тут d2 α1, я вычету d1 α2. А поскольку мы умножим на α3 в квадрате, здесь α3 в первой степени. Значит, я получу α3 умноженное на что? d2 α1 минус d1 α2. Так. Дальше. Значит, вот эта слагаемая у нас использована. Вот эта слагаемая. Смотрите, тут α2 умножить на α1 без всяких производных. Производная стоит dα3 по dx3. Она... Вот это выражение при смене, при перестановке 1,2 просто не меняется. Поэтому вот эта слагаемая можем сразу просто игнорировать. Дальше. Ну, давайте теперь эти два выпишем. Здесь у нас α3 в квадрате в знаменателе, да? Минус... Минус... Что там у нас? Альфа-2. Альфа-2 на d3 α1. На d3 α1. Я не буду пока скобку закрывать, а напишу другое слагаемое отдельно. Плюс α1 на d3 α2. Так. А теперь напишу вот это слагаемое. Тут тоже на α2 умножается, поэтому я его тоже тут... А, это уничтожилось, извините, да, я на него зря смотрю. У нас α1 умножить на d2 α3 с минусом. Да? α1 у меня за скобкой. Минус d2 α3. И слагаемое, которое отличается от него перестановкой 1,2. То есть тут будет минус d1 α3. Вот. Ну и что я тут получил? Я получил α3 умноженное... Что у нас здесь стоит? Здесь стоит со знаком минус... Стоит со знаком минус d α коэффициент с индексами 1,2. Правильно? Или 2,1. Единственное, в чем тут можно ошибиться, это в знаке. По-моему, с минусом. Значит, минус d α... Давайте я минус сюда все-таки переброшу, иначе будет слишком много скобок. Значит, d α 1,2. Так. Здесь стоит минус α2 на d α3,1. Я все с одним знаком напишу, чтобы... Значит, минус... И здесь что такое? Минус α1 на d α2,3. То есть это равно... Я здесь, в принципе... Еще это от определения зависит. Я здесь, в принципе, мог потерять, либо наоборот, найти множитель типа 1,2. Я не буду об этом сейчас даже задумываться. Если там где-то 1,2 или 1,3 или прочий множитель возникает, он на ход рассуждения никак не повлияет. Значит, тут все равенства с точностью до... Возможно, с точностью до рационального множителя, о котором я не хочу задумываться. И, к тому же, в разных книжках он определяется по-разному. Поэтому... Значит, здесь написано минус α на d α1,2,3. Ну, если это не ноль, значит, уравнение несовместное. Система звездочка несовместна. А если это ноль, то совместно. Вот и все. Если это ноль, то совместно, вы получите выражение... И неудобство этого... Некоторые неудобства этого доказательства состоит в том, что мы получаем выражение старых координат через новые. Получаете старое выражение... Выражение старых координат через новые. Когда y1, y2 равны нулю. x3 просто равен y3. Поэтому матрица замены там... Опредитель матрицы Ycobi не обращается в ноль. Поэтому эта замена локально обратима. Имеет вот вид, который я и сначала поспешно написал. То есть, y1, y2 от x1, x2. А x3 это какая-то функция от x1, x2, x3. Так что, чтобы вот... Новые координаты выразить через старые. Нужно еще... Применить теорему об обратной функции. Или о неявной функции, как хотите назовите. Ну вот. И тем самым утверждение собственно и доказано. Если у вас координат больше, если у вас координат больше, то вы аналогичным образом получите... Давайте так... Значит, если n больше 3. Ну и действие ровно таким же образом. Делая замену, в которой n-1 координаты остаются 100, а последние координаты меняются. Вы придете к системе, в которой dg по dx 1 равно минус альфа 1 поделить на альфа n. И так дальше, dg по dx n-1 равна минус альфа 1 поделить на альфа n-1. И вот это условие, условие альфа на d альфа равно 0, это условие, что каждая пара из этих уравнений совместны друг с другом. И если каждая пара... А условие совместности каждой пары, это и есть условие совместности всей системы. Если у вас несколько уравнений и каждая пара совместна, то на самом деле совместна вся система и это более-менее упражнение. Ну, например, возьмите сначала первые два, вы можете их локально решить, систему. Да, а потом решите ее вдоль третьей координаты. Решите при третьей координате равной нулю, а потом решите ее вдоль третьей координаты и напишите условие, что первые два уравнения выполняются всюду. Ну, и снова получите те же самые... Вы получите условия совместности первого уравнения и третьего, и второго и третьего, ну и так дальше. Давайте эти детали оставим в качестве упражнения. Так что вот, как мы скоро увидим, скажем, вот на многих замкнутых многообразиях, например, на сферах, вообще никогда не бывает никаких аналитических слоений. То есть получается, что вы можете брать распределение плоскостей, рассматривать просто, ну скажем, не обращающиеся в нуль один формы. Если ваше многообразие имеет нулевую эллеру характеристику, то у вас таких форм довольно много, которые не обращаются нигде в нуль. Но если вы потребуете, что в каждой точке выполнялось условие интегрируемости, то почему-то это сурово препятствует аналитичности, если многообразие имеет конечную фундаментальную группу. Ну, например, если это просто сфера, нечетная размерность. Если четная, то там распределений плоскостей не бывает, гиперплоскостей. А если это сфера нечетной размерности, то распределений много, но интегрируемые бывают только такие, которые не аналитически. Мы к этому скоро подойдем. Ну вот, это такой вот критерий Фрабениуса для интегрируемости распределения плоскостей. Мы, слоение в терминах распределений плоскостей, вот в связи с тем, что тут такое возникает нетривиальное условие, мы вообще не будем использовать эту точку зрения. И причина не только в том, что, не только в условии интегрируемости, а еще и в том, что в терминах распределений плоскостей неправильно говорить про гладкость слоения. Если у вас слоение конечного класса гладкости, и вы хотите задать его один формой, то получается, что коэффициенты этой один формы будут уже, вообще говоря, если вы никаких специальных мер не принимаете, то ваша один форма будет, вообще говоря, класса гладкости на единицу меньше. А если, наоборот, ваша форма имеет класс гладкости К-1 и условия интегрируемости, вовсе не обязательно вы получите класс гладкости на единицу больше. То есть в терминах формы сказать, что такое класс гладкости, уже как-то не так тривиально. Поэтому мы вернемся к этому условию, когда будем обсуждать связи с слоений с контактными структурами. Контактная структура – это распределение плоскостей, которые нигде не удовлетворяют этому условию. Это как бы противоположность. Но мы к этому подойдем где-то уже ближе к концу. А сейчас пока что перейдем к изучению основных структур, которые связаны со слоениями. Да, давайте вот один вопрос еще есть простой. Перед тем, как мы займемся изучением таким уже более тщательным устройства слоений, давайте мы теорема существования докажем. Естественно спросить, да, вообще много ли бывает трехмерных многообразий, на которых существует слоение. Многообразий, на которых существует раз слоение, ну их довольно много, но это отнюдь не любое, скажем, трехмерное многообразие. А вот со слоениями все гораздо проще. На любом замкнутом, ориентированном трехмерном многообразии существует слоение. Можно еще добавить класса С-бесконечность. Мы сильно подробно углубляться, почему там именно С-бесконечность. В настоящий момент, наверное, не будем. Но вот просто построить слоение можно вообще на чем угодно. на любом ориентированном замкнутом многообразии. Можно даже не обязательно на замкнутом, но сейчас скажу, какие ограничения есть у нас. В дальнейшем мы вот так вот просто слоение безо всяких ограничений рассматривать не будем. Это неинтересно. То, что я сейчас построю, это как бы неинтересный пример того, как можно сделать слоение на любом многообразии. Интересно наложить на это слоение некоторые ограничения, о которых вот в дальнейшем и пойдет речь. Значит, как это делается? Давайте, во-первых, мне понадобятся некоторые утверждения, которые я не планирую доказывать из трехмерной топологии. А именно, мне нужна теорема о представлении любого трехмерного многообразия перестройкой по некоторому зацеплению. Давайте сначала объясню, о чем идет речь. Это так называемые перестройки Дэна. Представьте себе, что у вас есть какая-то кривая в многообразии. Многообразие у меня всеориентированное, я не буду это специально, может быть, иногда повторять. Представьте, что у вас есть какая-то замкнутая, не самопересекающаяся гладкая кривая. Возьмите ее маленькую трубчатую окрестность. Она при этом может быть заузлена, как хотите, это неважно. Возьмите маленькую трубчатую окрестность. Давайте кривую назовем гамма. Окрестность назовем У. Так что замыкание этой окрестности – это полнатория. Полнатория, то есть двумерный диск, умноженный на окрутость. А граница этой трубчатой окрестности – это двумерный тор. Правильно? А теперь представим, что мы удалим эту окрестность из многообразия, а потом вклеим обратно другим способом. Значит, можно взять... Выкинуть эту окрестность. А потом взять полнатория, как сбоку какой-то лежит, и приклеить его границу... Значит, фактор по эквивалентности. Эквивалентность – это приклейка ДУ к границе Д2 на С1. Дело в том, что ТОР допускает большую группу автоморфизмов. Можно, например, вот у ТОРа, который мы вырезаем, есть меридиан. Да? Есть меридиан. Это кривая, которая внутри полнатория затягивается диском. А мы можем приклеить... Вот вместо этой образовавшейся дырки мы можем приклеить полнатория так, что его меридиан будет любой не самой пересекающейся кривой на этом ТОРе, не гомологичной нулю, не стягиваемой. Любой другой. То есть, для того, чтобы задать такую перестройку, для того, чтобы задать перестройку, мы должны указать кривую, и мы должны указать каким-то способом вот этот новый меридиан. Обычно, если речь идет о такой перестройке в трехмерной сфере, то там есть такой общепринятый способ задать эту перестройку некоторым рациональным числом. Ну, которое, грубо говоря, его числитель и знаменатель указывают, сколько раз мы прошли вдоль петли и сколько раз провернулись вокруг. Нам сейчас не надо вдаваться в то, как именно задается это рациональное число. И кроме того, на самом деле в теореме, которую я сейчас сформулирую, там очень суровое даже ограничение можно наложить. Можно брать не только все подряд перестройки, а только так называемые целочисленные, когда знаменатель единица. Нам сейчас вот эти детали не нужны. Главное, что есть утверждение. Я сейчас сформулирую его совсем слабую версию. Эта теорема, значит, она доказана была примерно одновременно ликаришем и у Олиска, которая говорит, что любое замкнутое ориентированное ориентируемое трехмерное многообразие можно получить из С3 перестройкой по некоторому зацеплению. Перестройкой по некоторому зацеплению. Зацепление это означает, что у нас не одна кривая, а вообще, говоря, несколько. Давайте что-нибудь такое нарисуем. Там, не знаю, что-нибудь эдакое. У нас, вообще говоря, несколько компонент. Я хотел вообще-то трилистник изобразить, но получилось что-то не то. Неважно. У нас есть несколько кривых, не пересекающихся друг с другом, не самым пересекающихся, и мы с каждым делаем, вот, выбираем у них маленькие трубчатые окрестности, чтобы они попарно не пересекались, и каждую из них вырезаем и вклеиваем каким-то новым способом. Таким способом можно получать абсолютно любое трехмерное ориентированное многообразие. Больше того, в теореме там есть существенное ограничение на то, что можно сузить класс зацеплений, из которых получается все многообразие. Например, вот я тут нарисовал компонент, который завязан в узел, а можно на самом деле обойтись такими зацеплениями, в которых каждый компонент не заузленно, и еще наложить ограничения на целочисленность перестроек. Но нас это не интересует, это не важно в данном контексте. Вот, важно, что этого достаточно. А можно таким образом как-то понимать, получаются ли дефиоморфные многообразия, если хоть какая-то, если можно ли потом зацеплением понять и пары, чистым переставлением? Когда возникает способ представления топологических объектов какими-то диаграммами, то, естественно, спросить, каков набор движений, которые переводят две диаграммы, дающие эквивалентные результаты, друг в друга за конечное число шагов. И для данного способа представления это называется исчисление Кирби. Да, есть набор движений, но, естественно, очень трудно указать какое-то разумное ограничение, сколько нужно этих движений. Вот вам дали два зацепления, на каждую компоненту повесили целое или рациональное число, указывающее, какую перестройку нужно делать. Да, ваша задача алгоритмически сравнить эти два многообразия. Если кто-то скажет, что движение Кирби нужно применять не больше, чем столько, то тем самым вы получаете алгоритмическое решение проблемы, сравнение двух многообразий. Но вот это число, если его и можно указать, то это будет какая-нибудь очень страшная функция. От сложности картинки, определить ее каким-нибудь разумным образом, это будет какая-то очень сложная функция. И вряд ли, в данный момент, я не думаю, что это неизвестно, чтобы была какая-то разумная оценка, да даже и неразумная. Просто это вопрос такой тяжелый достаточно. Но просто, если вы хотите строить теорию инвариантов, то существует движение Кирби, для которых достаточно проверить инвариантность определенной вами величины, и тогда вы знаете, что она просто топологический инвариант. Это, пожалуйста, сколько угодно. Такая наука существует. Вот, значит, это одна такая структурная теорема, а другая теорема еще старше. Это вообще Александер. Которая говорит, что любое зацепление можно представить в виде замкнутой косы. Что такое замкнутая коса? Представьте себе зацепление, которое при проекции его на плоскость все время идет против часовой стрелки вокруг некоторой точки. Там как-нибудь вот. Давайте вот тут что-то нарисуем для примера. Теорема Александера, на самом деле, она утверждает нечто большее. Она говорит, что если вы на вашем зацеплении еще укажете ориентацию, то тут еще ориентированное надо написать. Но у нас ориентация никакой роли в нашем контексте тоже, ориентация зацепления никакой роли не играет, поэтому здесь это можно опустить. Отчет теоремы я не думаю, что станет сильно проще. Даже если вы фиксируете заранее какую-то ориентацию, можно так узел изогнуть, что его проекция будет идти все время против часовой стрелки, если посадить наблюдателя в какую-то определенную точку. Ну что значит против часовой стрелки? Ну то есть, если вы из этой точки будете проводить радиальные прямые, то кривая будет все время к ним трансферсальна. Вот эта теорема, она еще попроще, чем эта. Но после того, как это озвучено, я думаю, что это и не очень сложно доказать. Во всяком случае, если вы попробуете упражняться с примерами, то вы быстро поймете, в чем состоит алгоритм. Как прямо вот по картинке сообразить. Грубо говоря, вы выберете какую-нибудь точку, идите по вашему зацеплению, и всякий раз, когда вы идете по часовой стрелке, вот, например, тут вы идете против часовой стрелки, а вот тут по, да, вот у вас, ваша компонента разделяется на две половинки. По одной половинке вы идете правильно, по другой неправильно. Так вот ту, по которой вы идете неправильно, ее можно сюда подтянуть и перебросить через эту точку, так что она пойдет правильным путем. Если она, ну, я не буду сейчас доказательства излагать, это как бы не входит в наши задачи, есть вот такие две внешние, как бы для нас, теоремы, которыми мы воспользуемся. Ну, так вот. Вот у нас есть какой-то трехмерный, давайте теперь вот эту теорему докажем по модулю этих двух. Представьте, что у вас есть какое-то компактное трехмерное многообразие. мы его представим перестройкой по некоторому зацеплению, по этой теореме, а зацепление представим в виде косы. Дальше мы возьмем Дальше мы возьмем полнатория, расслоенная так, как в слоении ВИБА. В прошлый раз я объяснял, что это такое, давайте так на всякий случай напомню. Значит, у нас внутри, если вот полнатория заменить на кольцо, то слои выглядят вот таким образом. Они накручиваются на эти две окружности, накручиваются, то есть эти окружности являются для них предельными. А вот они с одной окружности как бы сматываются, потом разворачиваются в обратную сторону и наматываются на внешнюю. Вот, только в полнатории это будут не линии, а такие, как бы представьте себе диск, который, ну, короче говоря, самая правильная тут метафора, это змея, которая, значит, сама себя укусила за хвост. Да, такая, если вы посмотрите на каждый лист этого слоения внутри полнатория, то это такой, такой диск, который вытянут, и, если посмотреть, значит, он вытянут в виде такого шланга, который потом сам надевается, сам надевается на себя и так по кругу. Вот. Вот мы берем слоение риба внутри полнатория. Если мы теперь посмотрим на, вот у нас в полнатории есть такая осевая окружность, которому слоение риба идет просто перпендикулярно. Да, есть вот слоение риба идет просто перпендикулярно. И мы нашу косу, вот эту, возьмем и загоним в полнатория так, чтобы она шла, вот она должна идти близко к этой осевой окружности, так, чтобы она была трансверсальна слоению риба. Понятно? Давайте теперь увеличим, что у нас происходит. Значит, вот я увеличу, что происходит вдоль этой осевой окружности. у нас идут слои слоения риба, их протыкает наша коса. Как-то она там идет. Протыкает наша коса. я вырежу вдоль этой косы маленькую трубчатую окрестность. И вместо нее вклеиваю полнатория, ну так, чтобы получить свое многообразие. я же могу это сделать в какой-то перестройке и дэна по этим компонентам. Вот каждое полнаторие, которое я вклеиваю, я буду тоже задавать в нем слоение типа риба на этой компоненте. И проблема у меня будет состоять только в том, что там, где моя компонента, что произойдет со слоями вот этого большого слоения риба. Мы в них сделали дырку. в этих местах, где наша окружность протыкает слои, где наше зацепление там, где оно протыкает слои. Мы в каждом слое сделали дырку. И таким образом слои того, что мы строим, пока что подходит, давайте я как бы вот в сечении нарисую. Вот у нас были слои слоения риба. Мы их проткнули и вокруг прокола сделали такую, вставили такую трубочку. И слои в эту трубочку теперь упираются под прямым углом. Условно говоря, трансверсально упираются. А эта трубочка, она потом идет и замыкается. Так вот, что можно сделать. Можно сделать тот же самый фокус, с помощью которого построено само слоение риба. Можно взять тут вот маленькой окрестности этой трубки, маленькой окрестности эти трубки, запустить слои. Вот они подходили поперек, а мы их запустим, чтобы они бесконечно вот так вот приближались. Обойдя по кругу, они зайдут вот куда-то сюда. и они будут, вот если мы теперь по этому слою пойдем, он будет так подходить, подходить к этой трубке, значит, обходить по кругу, идти ближе и так дальше. И будет наматываться на эту трубку. И, собственно, ну, у нас тут палнатория, да, внутри мы вроде как все сделаем, да, в каждую трубку мы вклеиваем палнатория, которая так, как положено, с помощью перестройки и расслаиваем его с помощью, с помощью риба. Точно так же. Так, и у нас что остается пока не расслоит? Дополнение к этому палнаторию, ну, его просто, оно тоже само палнаторие, его расслабим так, как слоение риба. И, собственно, все. Почему это можно сделать с бесконечностью? опять-таки, не хочется очень, очень подробно. Почему вот это приближение можно сделать таким, чтобы само слоение получилось с бесконечностью? как вы в прошлый раз видели, само слоение риба уже нельзя сделать аналитическим. С бесконечностью это пожалуйста. Значит, что нужно обеспечить? Вот у вас, давайте я эту трубку нарисую так условно. Вот у вас слой сюда упирался перпендикулярно, а мы его запустили по спирали. и получается, что если мы здесь проведем трансверсаль, у нас есть отображение ее в себя. Каждая точка отображается, ну, это называется отображение по Анкаре еще, да, мы для каждой точки берем слой ее содержащий, делаем круг и вот получаем ее образ. Давайте так нарисуем более, то есть вот эта точка переходит в эту. Итак, дальше. Вот это отображение нам нам нужно топологически получить, чтобы точка оказывалась ближе, но никаких других ограничений нам топология здесь не накладывает. Нам нужно отображение, которое каждую точку переводит в более близкую, но такое, чтобы с тем отображением, которое возникнет с другой стороны от слоя, чтобы оно как-то не интерферировало. А для этого нужно просто такое отображение, которое с точки зрения дифференцирования, с точки зрения взятия производных, чтобы оно вот в районе слоя не отличалось от тожде. но это вроде бы учит скажем на мехмате на первом курсе строить отображение, у которых скажем все производные нули отображения там возрастающие. Правильно? Есть такие функции, у которых все производные нули, но функция возрастающая. Есть так просто функция, которая к такой функции прибавить функцию x. Тождественную функцию. То есть что вот это отображение мы поговорим подробнее о монодроме попозже, но вот это отображение называется отображение монодроме на трансверсале. Нам нужно, чтобы оно было вот в этой точке имело разложение этой лоры такое, как будто это просто тождественное отображение, как будто ничего не произошло на самом деле. А топологически при этом это нам не мешает каждую точку чуть-чуть притянуть к слою, сделать такие накручивающиеся спирали. Поэтому вот все эти рибовские фокусы, их нет никакой проблемы сделать c-бесконечность, но их нельзя сделать аналитическими, потому что если у функции все производные нули, и она аналитическая, она должна быть все-таки нулем. А здесь нам нужны как раз функции, которые отличаются от своего ряда, от того, к чему сходится их ряд пейлонов. Так что с аналитичностью тут будут проблемы. Ну, собственно, вот, на любом многообразии, ориентированном по крайней мере, можно завести какое-то слоение, но слоение с большим количеством рибовских компонент это не очень интересно, грубо говоря. Вот, рибовскими компонентами можно вопросы существования, многие вопросы защитования закрывать. Интересные теоремы о существовании, мы, собственно, это будем разбирать в дальнейшем, в слоении, в которых нету рибовских компонентов. То есть, нету таких полнаторий, расслоенных змеями, которые сами себя ухватили за хвост. Вот, без рибовских компонент построить это такой уже сложный вопрос, и оттюнь не на любом многообразии мы будем уметь его решать. Ну, в сфере, скажем, не получится, в трехмерной сфере, нельзя построить слоение без рибовских компонентов. Давайте еще заметим, что здесь условия замкнутости можно ослабить. Почему? Потому что условия замкнутости можно ослабить до вот такого условия, что край многообразия состоит из торов. Если край многообразия состоит из торов, то мы можем его просто-напросто заклеить полнаториями. Получится замкнутое трехмерное многообразие, которое получается из трехмерной сферы перестройкой. И перестройку можно сделать, чтобы она эти вклеенные торы не задевала. То есть получится, что наше многообразие получается все равно из сферы перестройкой по некоторому зацеплению и потом выкидыванием некоторого количества полнаторий, которые мы приклеили. Но так это еще несложнее. То есть это несущественное усложнение, которое здесь можно сделать. Так, ну хорошо, теперь давайте я не знаю, надо ли нам делать какой-нибудь перерыв. печенья у нас все равно нет сейчас и чая. Надо ли нам прерываться? Так, вроде можем без перерыва, да? Если нету какого-то протеста, то можем без перерыва. Там, я не знаю, сейчас это практикуется или нет. Раньше бывало, что там в подсобке можно было чайку попить, тогда перерыв имел смысл. Так, ну хорошо, значит с этим давайте мы закончим и будем изучать уже более подробно как устроено слоение в трехмерных многообразиях. Давайте, во-первых, более четко скажем, что такое голономия. каждый слой слоения это некоторая поверхность и в каждой точке к ней можно проводить то есть вот давайте что-нибудь такое нарисуем. В каждой точке к ней можно проводить трансверсами. Если у вас есть две точки слоения, скажем P1 и P2, и они соединены каким-то путем назовем гамма. Давайте трансверсали тоже какими-либо буквами назовем T1 и T2 соответственно. Трансверсали то есть кривые, которые пересекают слои ну можно сказать под ненулевым углом. Заведите какую-нибудь римную метрику от условия пересечения под ненулевым углом от того какой именно вы возьмете метрику не меняется. Угол не определен, а условия под ненулевым углом определено. Ну то есть не касаются нигде. Попросту говоря. Вот если у вас есть две трансверсали в двух точках, есть путь их соединяющий, то мы можем определить отображение из одной трансверсали в другую. Т1 в Т2 которое определяется вот как. Оно определено неправильно говорить Т1 в Т2 значит оно определено локально в окрестности в некоторой окрестности точки P1. Возможно вам не удастся отобразить всю трансверсаль которую вы нарисовали. Удастся отобразить какую-то маленькую окрестность самой точки. В чем состоит отображение? очень просто вам нужно гамма покрыть конечным числом окрестностей конечным числом окрестностей в каждой из которых ваше слоение выпрямляется как я говорил в прошлый раз в определении в каждой окрестности слоение выпрямляется. Так вот у вас здесь точка P1 вы хотите какую-то отобразить таких окрестностей надо взять конечное число это можно сделать потому что кривая как подмножество есть оно замкнутое компактное значит можно покрыть конечным числом окрестностей у каждой точки есть окрестность в которых слое не выпрямляется можно покрыть конечным числом таких окрестностей то берете точку на трансверсале локально вот в той окрестности которая покрывает она принадлежит какому-то одному слою вполне конкретному слою правильно вот допустим что нам повезло что этот слой пересекается со второй окрестностью тогда мы его можем продолжить дальше нам может не повезти может быть он и мы хотим так дальше продолжать может быть он там третью четвертую или какую-то еще из этих окрестностей не пересечет но если мы возьмем точку достаточно близкую то мы вот таким способом можем пройти вдоль всей кривой гамма то есть вот мы возьмем близкую точку и пройдем таким способом пройдем таким способом до до точки п2 и там слой то есть мы пытаемся идти вдоль кривой гамма по какому-то фиксированному слою если у нас это получается если мы дошли то мы получили точку на второй трансферсале вот это есть вот таким образом определенное отображение есть отображение голономии оно от него не требуется чтобы оно было определено везде требуется чтобы была маленькая окрестность давайте его какой-нибудь буквой назовем например h гамма значит h гамма это отображение голономии вдоль вдоль гамма да гамма должна быть ориентированной кривой если мы говорим вдоль какой-то кривой мы имеем ввиду что у нее есть начало есть конец эти начало и конец могут совпадать тогда мы получим отображение трансверсали и трансверсали могут совпадать на самом деле тогда мы получим отображение трансверсали в себя когда мы говорим про голономию мы всегда имеем ввиду что она определено в какой-то маленькой окрестности и если не задаемся вопросом о том насколько она маленькая ну какая-то есть и хорошо тогда вот если мы об этом договорились если у нас есть две кривые одна продолжение другой то голономия вдоль произведения голономия вдоль произведения это произведение голономии только сейчас знаете что я я не прав вот в каком месте мне кривую надо было ориентировать в другую сторону сейчас давайте я не буду мудрить здесь всегда есть риск перепутать право слева давайте нарисую как есть значит что такое если считать отображение голономии отображением из трансверсали в начале и трансверсаль в конце то вообще то я должен написать вот так h гамма 1 композиция с h гамма 2 в противоположном порядке вообще то мы редко будем пользоваться произведениями поэтому не надо сильно об этом беспокоиться да мы сначала применяем гамма 1 да сначала сюда несем потом обратно вообще такие операции как параллельный перенос и голономия правильно определять из конца в начало на самом деле но раз я забыл про это то я оставлю как есть это более-менее очевидно условие значит только опять-таки такого типа равенства нужно понимать не буквально а вот как отображение вот это отображение определено в некоторой окрестности точки каждый из этих отображений определен в каких-то окрестностях вот там где определена и левая и правая часть там где они определены и те и другие там они совпадают но где-то может быть одно из этих отображений не определено ну на самом деле в данном случае если левая часть определенная и правая и наоборот то есть здесь ну ладно не буду сильно сильно много здесь брать на себя понятно что если мы пронесли вдоль гамма-1 потом прошли вдоль гамма-2 это все равно что мы прошли вдоль произведения давайте еще вот что спросим понятно ли что если гамма у нас есть два пути гамма-1 и гамма-2 гамма-1 и гамма-2 гамма-2 гамма-1 напишу словами лучше гамма-1 гамма-1 в слое гамма-1 и гамма-2 это пути в каком-то одном и том же слое вот если они внутри этого слоя гамма-2 то то голономии которые задают эти пути одинаковые при гамма-2 отображение голономии не меняется это понятно почему или нужно обосновать гамма-2 а гамма-2 а гамма-2 можно представить как такую последовательную замену пути на близкий вот грубо говоря так да значит при гамма-2 отображение головными не меняется то есть это на самом деле инвариант такой гомотопический инвариант это важный гомотопический инвариант есть такое дело понятно это или будем губляться в доказательства сейчас чем тут еще можно писать в частности если у вас кривая если на слое есть кривая которая просто стягивается можно диском затянуть то вдоль нее голономия будет тождественная это интересно так вот давайте ведем некоторые понятия связанные с голономией пусть у нас есть некоторый цикл на каком-то слое значит вот есть гамма-цикл на слое напомню что что мы все наши слоения считаем коориентированными для для простоты и соответственно у нашей поверхности которые я здесь не буду рисовать да вот моя поверхность я представляю себе что она идет попереку к доски у поверхности есть сторона положительная и отрицательная то есть я нарисую стрелочку это коориентация слоение это коориентация слоения слои у нас всегда коориентирован и гамма будет называться называется предельным циклом справа если если для для положительной трансверсали вот давайте нарисуем трансверсаль т и мы ее ориентируем в соответствии с коориентацией слоения давайте это давайте обозначение введем точку обозначим p и давайте трансверсаль параметризуем если для параметризованной положительной трансверсали значит t что такое параметризованная положительная трансверсаль мы отображаем какой-то маленький интервал минус эпсилон эпсилон в наше многообразие так что ноль переходит в точку p для определенности не существует не существует такого дельта больше нуля что голономия вдоль нашего пути на отрезке от нуля до дельта тождественное отображение значит мы смотрим как устроена голономия с положительной стороны справа это у нас положительная сторона слева отрицательная сторона мы смотрим как устроена голономия с положительной стороны если это отображение на достаточно маленькой окрестности является тождественным то мы будем говорить что этот цикл непредельный а если оно никогда не становится тождественным ну например оно сжимающее да то тогда мы говорим что это предельный цикл заметьте что цикл может быть предельным только если он гомотопические на слое нетривиал нетривиал ну например вот мы давайте у нас слоение риба все время будет возникать как в разных примерах да я опять таки рисую двумерную картинку имею ввиду картинку трехмерная значит вот давайте возьмем вот эту трансверсаль ориентируем ее вот сюда да и наша гамма пусть идет в эту сторону например да точка переходит в более близкую и из-за этого если мы пойдем дальше вдоль этого слоя она будет все ближе 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 будет стремиться к точке p мы получим что это предельный цикл но да давайте сразу скажем что вот если мы тут справа заменим на слева то мы будем иметь ввиду значит не ноль дельта а минус дельта ноль минус дельта ноль минус дельта ноль вот наслоение риба если взять если взять его полностью обе компоненты да наслоение риба если мы возьмем вот такую окружность ну равно как и такую окружность да обе эти окружности с одной стороны являются предельными циклами а с другой являются непредельными циклами это понятно да мы просто раз немножко это даже обсудили не вводя терминологию вот например это окружность для той компонент который снаружи находится вот где мы да эта окружность предельный цикл вот вдоль этого направления происходит наматывание спирали а если изнутри посмотреть да вот прямо этот диск прямо этот диск взять на нем слоение высекает набор концентрических окружностей так что здесь отображение голономии тоже детственное и как раз вот это является препятствием к аналитичности если с одной стороны цикл является предельным а с другой стороны непредельным то аналитически это реализовать нельзя там где он непредельный цикл отображение голономии должно быть тождественным значит оно должно быть тождественным с другой стороны но не надо думать что всегда предельный цикл Это обязательно какое-то наматывание спирали Там может быть все гораздо устроено Гораздо хуже Давайте я какую-нибудь картинку нарисую Просто чтобы Чтобы Показать что еще бывает Вполне возможно Что отображение голономии Не сжимает и не растягивает Вот нет такой маленькой окрестности Что отображение голономии Ее всю сжимает Или всюду растягивает Это вовсе не обязательно Рядом с предельным циклом Может быть еще какое-то количество Других предельных циклов Бесконечное число Они могут накапливаться к этой окружности И между То есть вот тут еще ближе может быть предельный цикл Да И между Двумя предельными циклами Ну представьте себе простейшую ситуацию Просто набор циклов Которые постепенно к нашему исходному циклу накапливаются Между каждыми двумя вставьте Можете организовать Такое отображение голономии Которые все точки немножко сдвигаются Скажем от одного к другому То есть вот С этого На это будут наматываться Так А здесь может быть в обратную сторону А может быть в ту же И так дальше А может быть еще какое-то более хитрое нагромождение Этих предельных циклов Там какое-нибудь Кантерово множество Это никто ни в чем здесь себя не должен ограничить Предельный цикл означает Что просто Отображение голономии Не является тождественным Даже ни в каком маломасштабе Не становится тождественным Давайте еще по-другому это скажем Давайте скажем еще по-другому Цикл Предельный справа Если Он сколь угодно хорошо Если его Можно Сколь угодно хорошо Приблизить Трансверсалью Находящейся С положительной стороны Вот у нас цикл Допустим Вот сюда у нас направлена Коориентация Слоя Допустим Он предельный Что это значит? Это значит Что Вы можете взять Сколь угодно близко Точку на трансверсале Которая при обходе Если мы будем Идти по слою Не замкнется Правильно? Понятно это? Вот если у вас есть Такой путь Который идет По слою А потом идет По кусочку трансверсали Это такой Стандартный прием Путь Который идет Сначала вдоль А потом поперек Можно сделать Идущий Все время поперек Вот Давайте Разверну Как бы Вот у вас путь Который идет По слою И потом Один раз прыгает На ступеньку Да? Вы можете На самом деле Пустить его Под очень Маленьким углом Так что он будет Слоение наше Строго горизонтально На этой картинке Имеется ввиду Вы прошли по горизонтали Потом чуть-чуть спустились Вы можете эту ступеньку Так сказать Сточить Напильником И у вас получится Плавный спуск Плавный угол Будет маленьким Но как только он не ноль Это считается трансверсарию Так что вот здесь Вы вместо того Чтобы идти по слою И потом Делать прыжок По трансверсали Вы можете просто Идти Чуть-чуть отклоняясь От Слоя Под маленьким Маленьким углом И прийти И получить Замкнутую кривую Она будет трансверсарию И раз у вас Вот Какое препятствие К этому Препятствие к этому Состоит в том Что вы Прошли вдоль И замкнулись Тогда если вы Отклонитесь в плюс То вы И При обходе Отклонитесь в плюс Да Если обходить Вы не сможете замкнуться Если вы Хотя бы в одной точке Приходите Не 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 замыкаетесь То вы можете Весь путь сделать трансверсарию Но предельный Скорее потому Потому что Такой наиболее Классический Вариант Предельного Цикла Вообще В теории Динамических Систем Предельным Циклом Все-таки Обычно Называют Предельный Цикл Какой-то Траектории Вот Траектория Идет И она В пределе Наматывается На какую-то Окружность На какую-то Замкнутую Кривую Не всегда Кстати Гладкую Там Если Векторное Поле Содержит Нули Там Может проходить Мимо Сетил Неважно То есть В динамических Системах Там Чуть более Узкое Понятие Предельного Цикла А мы Предельным Циклом Будем называть Вот так Более широко Если не Тождественное Отображение Галлономии С одной Стороны То будем Считать Это Предельным Циклом Здесь Я следую Собственно В определениях Работе Новикова 60 Ну Начало 60-х Годов Там Доказательствами 65-го Публиковано Это Одно Понятие А другое Важное Понятие Это Исчезающий Цикл Вот Опять же Давайте Посмотрим Наслоение Рима Опять же Посмотрим Наслоение Рима Сейчас Вот у нас Есть Труба Она Замкнута В полноторе Да И внутри У нас Вот такие Змеи Находятся Да Которые Идут По кругу И сами На себя Наматываются Вот Если мы возьмем Если мы возьмем Цикл На Цикл На Нашем Торе Который На этом Торе Задает Гомотопический Нейтривиалю Он не стягивается В точку И возьмем И возьмем И возьмем Отступим По трансверсалию От него Немножко Внутрь Этой Этой Компоненты Внутрь Компоненты И пойдем Вдоль Нашего Цикла По другому Слою Вот если Как только Мы Зашли Чуть-чуть Внутрь Здесь Какой-то Другой Слой Как только Мы Зашли Чуть-чуть Внутрь Если Мы Теперь Пойдем По Слою То Мы Увидим Что Мы Отрежем От нашего Слоя Диск То Мы Как бы Чуть-чуть Столкнули Цикл Внутрь В Какую-то Определенную Сторону И Получили Уже Цикл Который На Слое Куда Мы Попали Является Тривиальным Ну Стягиваем Стягиваем В Точку Получается Что На Нашем Давайте Так Нарисуем На Нашем Слое Вот Это Нетривиальный Нетривиальный Цикл А Как Только Мы Возьмем И Вдоль Трансверсали Его Чуть-чуть Столкнем На Другие Слои Так Стоп Значит А Вот Это Гомотопические Гомотопические Тривиальные На Своих Слоях Если мы имеем Такую ситуацию То мы Говорим Что это Исчезающий Цикл Если Цикл Является Непредельным С какой-то Стороны Справа Например То мы Можем Спросить А не Является Ли Справа Исчезающим Может Если Он Является Предельным То Это Понятие Бессмысленно Там Сталкивать Он Трансверсальный Становится А если Он Является Непредельным Циклом То Он Может быть Исчезающим А может быть Неисчезающим Вот В слоении Риба Некоторые Окружности На нашем Торе На Торе Который Является Его Единственным Компактным Слоем Они В одну Сторону Предельные Циклы А в Другую Сторону Они Не просто Непредельные Циклы Они Исчезающие Циклы Понятно Да Вот Есть Такое Это Мне Сейчас Нужно Некоторое Количество Понятий Вести Чтобы Потом Чтобы Потом Ими Оперировать Любой Непредельный Для него Отображение Голономии Тривиально То есть Вы Не тривиально Тождественно Берете Достаточно Близкую Берете Трансверсально Достаточно Близкую Точку Прошли По кругу Попали В себя Значит Это Некоторая Кривая Целиком Лежащая На Слое И Вы Можете Спросить Она На Этом Слое Гомотопически Тривиальная Или Нет Если Для Сколь Угодно Близкой Точки К Исходной Вы Получаете Тривиальный Цикл Гомотопически Тривиальный Значит Это Будет Называться Исчезающим Цикл Так Вот Нам Еще Понадобится Важная Вещь Это То Что Новиков Назвал Просто Связные Компоненты Связные Компоненты Слоения Вопрос Ставится Вот Каким Образом С Какого Слоя На Какой Мы Можем Попадать Пусть Слой Есть F1 Есть Слой F2 Можем Либо Попасть С одного Слой На Другой Идя По Трансверсали Ориентированной Трансверсали Можем Либо По Положительной Ориентированной Трансверсали Мы Будем Писать Что F1 Больше Не Равно F2 Если Существует Положительная Трансверсаль Начинающаяся На F1 И Заканчивающаяся На F2 Ведем Такое Отношение Между Слоями Это Отношение Транзитивно Да Ну И Это Трансверсаль Имеется Ввиду Не обязательно Положительной Длины Она может Быть Нулевой Длины То есть F F Считается Значит F Больше Равно F По Определению До любого Слоя Каждый Слой Больше Равен Сам Себя Это Подразумевается Поэтому Написано Больше Равно А не Больше Хотя Не совсем Поэтому Понятно Да Есть такое Отношение Эквивалентности Не отношение Которое Отношение Оно Транзитивно Это Более Менее Очевидно А может Не очень Очевидно Транзитивно Это Утверждение Это Отношение Транзитивно Доказательства Понятно Очевидно Что это Транзитивное Отношение Ну да Перевернутая Ступенька Смотрите У вас Есть Слой F1 F1 Есть Слой F2 Есть Слой F3 У вас Есть Какая-то Значит Мы Предположили Что F1 Больше Равно F2 Больше Равно F3 Нам Нужно Значит У нас Есть Трансверсаль Которая Идет От F1 К F2 Так Трансверсаль Есть Какая-то Трансверсаль Которая Идет От Некоторые Точки F2 К Некоторые Точки F3 А Где Взять Трансверсаль Которая Идет От Точки На F1 К Некоторые Точки F3 Где Ее Взять Понятно Это Что Именно Надо Сначала Чтобы Сделать Что-то Строго Надо Сначала Сначала Его Сделать Просоединить Соединить Как-нибудь Точки Значит Идея Проста Мы должны Идти вдоль Первой Трансверсали Но не Доходить До Самого Конца Мы Должны Взять И пойти Так Почти Вдоль Почти Вдоль Но Под Небольшим Углом К Слоям Идея Вообще В том Что Если У нас Есть Такой Путь Ступенчатый Мы Идем В положительном Направлении По Трансверсали Потом Идем По Слою Потом По Трансверсали Потом По Слою По Трансверсали По Слою И так Дальше Вот Любой Такой Путь Мы Можем Превратить В Путь Который Полностью Трансверсален Движение Вдоль Если Оно Предваряется Либо После него Идет Движение Поперек Это Движение Можно Полностью Ликвидировать Но Если Хотите Строгое Доказательство То Да Слой F2 Связен Значит На нем Есть Какая-то Кривая Соединяющая Точки Куда Пришла Первая Трансверсаль И Откуда Пошла Вторая Трансверсаль Здесь Нужно Все Покрыть Системой Окрестностей Так Найти Давайте Какую-то Что-нибудь Более Подробную Картинку Написую Слово Локальная Тривиальность Я бы Из Определения Слоей Да То есть Вот У вас Есть Путь На Слое F2 Так У вас Есть Какая-то Достаточно Маленькая Окрестность Здесь Так Так У вас Вдоль Кривой Которой Вы Соединили Верхнее Основание Первой Трансверсали И нижнее Основание Второй Трансверсали У вас Есть Какая-то Маленькая Окрестность Которая Отображается В голономии Отображается Взаимно Однозначно Так То есть У вас Вот Если Возьмете Эту Окрестность Пронесете Ее Вдоль Кривой Вы Получите Здесь Получите Здесь Такое Семейство Параллельных Листов Так Семейство Параллельных Листов Вы Пришли По первой Трансверсали Сюда И Вы Теперь Просто Движетесь Поперек И Одновременно Движетесь Вдоль Кривой Вы Можете Просто На Вот На Каком-то Основании Трансверсали Завести Систему Координат Прямо Всей Окрестности Которой Две Координаты По Словию Одна Координата По Трансверсали И Вместо Того Чтобы Прийти В Ноль Потом На Нулевом Уровне Идти Туда Вы Просто Говорите Что Мы Чуть Чуть Притормозим Пойдем Туда И При Это Будем Медленно Двигаться Поперек У нас У нас Получится Трансверсаль Которая Нигде Получится Кривая Которая Везде Остается Трансверсальные Слои В частности В частности Если Выполнено F1 Больше Ли Равно F2 И Одновременно F2 Больше Ли Равно F1 Это Значит Что Существует Замкнутая Трансверсаль Существует Замкнутая Трансверсаль Пересекающая И F1 И F2 Существует Замкнутая Трансверсаль Давайте Какой-то В этом Случае Будем Писать F1 Ну Нам Какой-то Нужен Значок Я Просто Давайте Напишу Вот Такой Значок Он Вроде Б Нам Он Часто Используется И для Других Целей Но Здесь Вроде Мы Ни с чем Не Перепутаем Ведем Отношение Между Слоями Которое Означает Что Собственно Вот Обе стороны Верно Конечно Если Есть Замкнутая Трансверсаль Которая Пересекает И F1 И F2 То Она Дает Нам Оба Неравенства Оба Отношения В этом Случае Мы Пишем Что F1 Вот Такой Значок F2 Является А не Является Ли Этот Значок Отношениями Эквивалентности А Извините Это Неправда Это Неправда Кто Велит Ошибку Это Утверждение Что Это Равносильно Это Оно Неправильно Что Да Значит Если Если F1 Не Равно F2 Если F1 Не Равно F2 То Это Равносильно Утверждение Если F1 Равно F2 То Вот Это Выполнено А Это Как Повезет Замкнутые Трансверсали Проходящие Через Пересекающий Данный Слой Может Не Быть Мы Сейчас Примерчики Посмотрим Опять же Наслоение Риба Глянем Так 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 Вот По Определению Это Отношение Рефлексивно По Определению Оно Симметрично Является Транзитивным Если Если F1 Эквивалентно F2 А F2 Эквивалентно F3 Лечет ли Это Что F1 Эквивалентно F3 Очевидно Потому Что Если F1 Больше Равно F2 F2 Больше Равно F3 То F1 Больше Равно F3 Ну И В Другую Сторону То Есть У нас Есть Давайте Опять Нарисуем Вот У нас Тут Есть Замкнутый Трансверсаль И Тут Есть Замкнутый Трансверсаль Из Них Можно Немного Перекрести Соорудить Замкнутый Трансверсаль Для F1 F3 Ну Как Это Будет Выглядеть Это Будет Выглядеть Как-то Вот Как-то Вот Так Как-то Так Да Будет Замкнутый Трансверсаль Для F1 F2 F2 F3 Можно Сорудить Замкнутый Трансверсаль Который Пересечет И F1 И F2 И F3 Можно Сделать Ну Хорошо Вот Таким Образом Вот Это Есть Отношение Эквивалентности А там Есть Отношение Эквивалентности Там Есть Классы Эквивалентности Эти Классы Называются Мы будем Называть Связными Компонентами Классы Эквивалентности Это Связные Компоненты Своения Своения Я вам Дал Я вам доказал утверждение Что на любом Замкнутом Трехмерном Ориентированном Многообразии Существует Существует Слоение А вот Если Я Возьму И Добавлю К Эту Вопросу Маленькое Требование Чтобы Это Слоение Состояло Из Одной Связанной Компоненты Вот На каких Многообразиях Существует Слоение Состоящее Из Одной Связанной Компоненты И Вопрос Странет Намного Сложнее На сфере Например Не существует Там Ну ладно Сейчас не буду Углубляться В то Как выглядит Ответ Что Гладкость Ну можно Спросить Когда Существует С Бесконечность Там Еще Это Разные Да Условия Существования Слоя Ну вот Это Теорема Габая Когда Существует Фактически Слоение Там Не совсем Правильно Говорить С одной Связанной Компонентой Потому Что Там Есть Там Могут Быть Компактные Слои Из Которых Сделан Край Ну вот По модуле Этого Если Выкинуть Край Чтобы Там Так Давайте Примеры Посмотрим Ну мы Снова Посмотрим Наслоение Риба Мы Снова Посмотрим Наслоение Риба Давайте Я Пока В Двумерном Сечении Нарисую Что Происходит Значит Вот У нас Как-то Вот Так Оно Выглядит Да Надо Представлять Что Это На самом Деле Полнотория Вот Какие Здесь Есть Связанные Компоненты В Смысле Этого Определения Какие Здесь Есть Связанные Компоненты Давайте Просто Контрольный Вопрос Давайте Еще раз Уточним Что Я Мею Ввиду У Меня Есть Вот Вот Это Вот Этот Кусок Это На самом Деле Двумерный Тор Я Мею Ввиду Я Мею Ввиду Трехмерную Сферу Представлять Себе Нужно Значит Что Вот Это Двумерный Срез Полнотория А Снаружи Находится Еще Одна Такая Штуковина Их На самом Деле Две И Разделяет Их Тор Который Сам Является Слоем Слоения Есть Один Слой Который Топологически Является Двумерным Тором А все Остальные Слои Они На него Наматываются И Топологически Они Являются Просто Плоскостями Вот Вот Что Что Какие В Слоения Будут Связаны Компоненты Давайте Создадим Вопрос Вся Внутренность Тора Все Что Внутри Все Кружие А сам Тор А сам Тор Будет Сам По себе Связан Сам По себе Связан Компонент Если Мы Пустили Трансверсаль Которая Пересекла Тор И Зашла Внутрь Планатория Она Уже Никуда Из него Уйти Не Может Почему Потому Что Просто Из Тора У нас Нормаль Ко Ориентации Направлена Внутрь Трансверсаль Наша Должна Идти В Положительную Сторону Везде Поэтому Она Внутрь Зайти Может А Наружу Нет А Внутри Она Как Угодно Она Может Например Пройти Круг Замкнуться И Пересечь Все Слои Которые Внутри То есть Слои Которые Внутри Они Все Эквивалентны Тор Не Эквивалентен Ничего Потому Что Через Него Нельзя Провести Замкнутую Трансверсаль А То Что Снаружи Аналогичным Образом Это Целая Связанная Компонента Нашего Слоения Которая Тором Отделена От Тором Отделена От Другой Связанной Компонент То есть У нас Три Связанных Компонента Устроены Две Из них Одинаковые И Представляют С собой Внутренность Полнотория Ну Топологически То есть Это Открытый Диск Умножить На Окружность Это Открытые Два Открытых Куска И Один Компактный Слой Связанные Компоненты Они Вот Бывают Разных Видов Это Может быть Они Бывают Двух Видов Давайте Мы Это Даже Либо Это Единственный Слой Да Единственный Слой Через Которую Нельзя Провести Замкнутую Трансверсаль И Тогда Этот слой Компактен Почему Компактный Почему Это Очевидно Что Компактный Или Не Очень Очевидно Очевидно Лишь Что Этот Слой Является Компактным Давайте Так Пусть Есть Слой Пусть Есть Слой Через Который Нельзя Провести Замкнутую Трансверсаль Я Утверждаю Что Он Компактный Что Ему Некуда Деваться Ну Хорошо У нас Все Многообразие Компактно Компактно Замкнутое Подмножество Компакта Тоже Компакт Если Слой Некомпактный Значит Он Незамкнутый Правильно А если Он Незамкнутый Значит У него Есть Предельные Точки Которые Ему Не Принадлежат А Некоторые Даже Я Не знаю Там Разные Есть Определения Что Такой Предельные Точки Некоторые Это Считают Входящим В определение Предельные Точки Что Это Некоторая Точка Рядом С которой Наш Слой Проходит Сколь Угодно Близко Так Сколь Угодно Близко С точкой Проходит Но В нее Ну Хорошо У этой Точки Есть Окрестность В этой Точке Есть Окрестность Которой Наше Слоение Выпрямляется В некоторой Системе Координат Правильно И раз Наше Слоение Подходит Раз Наш Слой Подходит К ней Сколь Угодно Близко Значит Он В эту Окрестность Попадает Хотя Два Два Раз Вообще Он туда Бесконечно Что Раз Попадает Но Нам Достаточно Двух Потому Что Если Он Попал Туда Давайте Я Вот Сюда Попал И Сюда Если Он Два Раза Прошел Через Нашу Окрестность Значит Мы Имеем Ситуацию Такую Что Из Одного Этого Листа На Другой Мы Можем Пройти По Слою Возможно Очень Длинным Путем И Извилистым Но Мы Будем Ити Все Время Вдоль Слоения И Это Будет Вот Наш Давайте Назовем Ф Это Будет Наш Слой А Потом Мы Пойдем По Трансверсали И Вот Этот Путь Когда Мы Идем Сначала Вдоль А Потом Делаем Шажок Поперек Мы Можем Заменить На Замкутый Трансверсаль Которая Пересечет Наш Слой Один Раз Ну Хотя Бо Один Раз Она Может Пересечет Его Много Раз Но Хотя Бо Один Точно Мы Получим Противоречие Что Наш Наш Слой Является Не Единственным В этой Связанной Компоненте Через Него Проходят Какие-то Замкнутые Трансверсали И Стало Быть Есть еще Какие-то Слои Которые Ему И Квали Понятно Это Вот А Есть Другая Ситуация Связанная Компонента То есть Она Либо Содержит Единственный Слой И Тогда Все Слой Компактен Либо Компонента Открыта Либо Компонента Открыта Почему Она Открыта Потому Что В ней Вот Вы Берете Любую Точку Так Любую Точку П И Через Эту Точку П Раз Есть Еще Какие-то Слои Значит Через Эту Точку Должна Проходить Замкнутая Трансверсаль Так Тут Есть Должна Проходить Замкнутая Трансверсаль Все Слои Которые Она Пересекает Они Все Лежат В этой Связанной Компоненте По Определению Так А Эти Слои Покрывают Целиком Некоторую Окрестность Точки П Ну И Все Каждая Точка Связанной Компоненты Содержащие Более Одного Слоя Является Открытой Каждая Сейчас Я Забыл Каждая Каждая Связанная Компонента Содержащие Более Одного Слоя Вместе С любой Точкой Содержит Некоторое Окрестность Значит Она Открыта Но Это Еще Не Все Хорошо Если У нас Есть Открытое Подножество В Замкнутом Многообразии В Компактном Многообразии Значит У нас Пусть У Это Связанная Связанная Компонента Давайте Открытая Связанная Компонента Ну То есть Не Являющаяся Единственным Слоем Который Тем Самым Компактен Открытые Связанные Компоненты А Есть У нас Открытое Подножество В Компактном Многообразии Наверное У него Есть Нитривиальная Граница В Этом Многообразии Что Она Может Из Себя Представлять Вот Услоение Риба Мы Видели Открытые Полнотория И Граница Этих Полноторий Граница Этих Полноторий Был Тор Был Компактный Слой Будет Ли так Всегда Что Граница Компонента Связанности Состоит Из Компактных Слоев Утверждение Компактных Слоев Это Утверждение Надо Сказать Что У Денис М3 Правильно 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 Да Я Это Имел Ввиду Пусть У нас Есть Обкрыто Связан Компонента Который Есть Не Все Ну Утверждение Утверждение Все равно Верно Оно Состоит Из Пустого Множества Компактных Слоев Утверждение Если У Есть Все М3 Это Утверждение Тривиальным Образом Верно Так что Все Нормально Вот Если То есть Если Связанных Компонент Несколько Вообще В слоении То Автоматически Ну Вообще Слоев Континуальное Множество Слоев Не может быть Конечное Или счетное Число Их Континуальное Множество Поэтому Если Связанных Компонент Более Одной Слоей Не Имеет То Ну Не могут Все связанные Компоненты Быть Такими А Даже Если Были Такими В Любом Случае Найдется Какая-то Компонента Связанности Открытая У нее Ее Граница Будет Состоять Из Компактных Слоев То есть Вот Довольно Трудно Довольно Трудно Избежать Появления Компактных Слоев Чтобы Это Сделать Нужно Чтобы Все Слоение Состояло Из единственных Связанных Компонентов Иначе Будет Компактный Слой Так Ну Давайте Докажем Это Утверждение Это Полуочевидное Утверждение Как и Все остальные Пока что Смотрите Ну Во-первых Давайте Уберем Слово Компактно Ду Состоит Из Слоев А Может ли Связанных Компонентов Слоения Может ли Граница Связанных Компонентов Слоения Включать 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 В себя Какой-то Нитривиальный Кусок Слоя А не Включать Его Целиком Может ли Такой Вообще Быть Представьте Себе Что Вот У вас Слой Да Вот Эта Часть Слоя Принадлежит Ду А вот Эта Часть Не Принадлежит Вот Скажем Тут Точка П Принадлежит Ду А тут Точка Ку Не Принадлежит Ду Может И Такой Случится Что Значит Что Точка П Принадлежит Ду Это Значит Если Мы Из Него Выпустим Трансверсаль В Одну Из Сторон В Какую Не Знаем Но В Какую Должно Быть Верно Этот Трансверсаль Сразу Нырнет Ну Точнее Так Этот Трансверсаль Будет Сколь Угодно Будут Близко Точки Пролегать Которые Принадлежат У Которые Принадлежат У Понятно Это Да Раз Эта Точка Является Для У Предельной Мы Где-то Сколь Угодно Близко Найдем Причем Мы Можем Даже Трансверсаль Зафиксировать Поскольку У Состоит У Состоит Селиком Из Слоев Да Вот И Сколь Угодно Близко Мы Найдем Слои Которые Находятся В У Сколь Угодно Близко К Точке П Но Раз П И Ку Находится На Одном Слое Их Можно Соединить В Этом Слой Кривой Правильно И Вдоль Этой Кривой Достаточно Маленькая Окрестность Точки П Будет С помощью Отображения Голономии Переноситься В Трансверсаль В Точке Ку Это Значит Что Слои Которые Достаточно Близко Идут Рядом С Точкой П Они Пройдут И Достаточно Близко К Точке Ку А Вот Сюда Сколько Годно Маленькую Окрестность Попадают Слои Из У Значит То же Самое Верное Для Точки Ку Поэтому Уж Точно Не Может Так Быть Что Какой То Слой Вошел В Границу У Частично Так Теперь Предположим Что Значит Пусть Пусть Ф Лежит В границе Ду Какой-то Слой Он лежит Там Целиком И Допустим Ф Некомпактен Предположим Что Ф Некомпактен Пусть Ф Не Ком А Если Некомпактен То Как мы Видели Через Него Проходит Замкнутый Трансверсаль Тогда Тогда Существует Замкнутая Трансверсаль Саль Пересекающая Пересекающая Ф А тогда Все Тогда Ничего не получится Вот у вас Слой Ф Через Него Прошла Замкнутая Трансверсаль Давайте Назовем Гамма Давайте Назовем Гамма А вот Сколь угодно Близко Здесь Точки Пересечения Есть Слои Которые Входят В У Да Сколь угодно Близко Точки Пересечения Это Слои Из У У Ну а Значит Все Значит Гамма Пересекла Не только Ф А еще Какие-то Слои Из У А значит Слой Ф Должен быть В этой связанной Компоненте А это Противоречие Значит Внутри Лежит А не на границе Ну Собственно Доказали Давайте Еще Напоследок Несколько Замечаний На эту Тему Если У У нас Есть Слой Слой Лежащий Слой Лежащий Целиком В Границе Некоторые Связанные Компоненты Давайте Напишем У Связанная Компонента То Это Связанная Компонента Примыкает К С Какой-то Одной Стороны То У Находится С Одной Стороны От Ф Ну То Есть Вот У вас Слой Вот С Какой-то Стороны К нему Может Положить Или С Отрицательной К нему Могут Подходить Можно Подойти Сколь Угодно Близко По У Но Не может Так быть Что с Двух Сторон Потому Что Это Очевидное Противоречие Если Предположить Что У Находится И здесь И здесь Ну то есть Можно подойти Близко То Получится Вот Какая Петрушка Вот У 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 Если U имеет несколько компонент границы, то они могут быть положительные и отрицательные. То есть, относительно одного слоя находится с положительной стороны, относительно другого с отрицательной. Но тогда получится, что вы по одному слою можете по трансферсалий войти, по другому можете выйти. Но как-то ваше слоение должно быть устроено так, что вы никогда не можете замкнуться. Так, ну вот. Это основные понятия, с которыми мы в ближайшее время будем иметь дело. Заметьте, что, давайте еще так, несколько просто замечаний, что может быть, если у вас есть связанные компоненты, вовсе не обязательно любая замкнутая трансферсаль пересекает все ее слои. Давайте вот что-то совсем простенькое нарисуем. Вот возьмем тор. Двумерный. Я даже двумерный возьму. Если хотите, трехмерное многообразие, умножьте все на окружность. Возьмем обычный двумерный тор. Возьмем такое слоение, которое... Вот основание, которое склеивается... Ой, что-то я зря тут нарисовал. Нижнее основание, которое склеивается с верхним, будет компактным слоем. Да, вот эти стороны будут трансферсальными. И вот тут еще пусть будет компактный слой. Пусть, скажем, этот будет притягивающим, а этот отталкивающим. Ну, это вопрос выбора ориентации. Кто именно притягивает, а кто отталкивает. То есть, вот слоение будет устроено как-то вот так. Так, а здесь наоборот, например. Понятно, да? Вот боковая сторона, она является замкнутым трансферсалью, которая пересекает все слои. Но я могу найти трансферсаль, который пересекает только часть слоев. Понятно, да? Как, например, вот такую. Хоп! Она пересекает вот тут некоторое количество слоев. А даже два этих компактных слоя не пересекают. Не обязательно компактный слой, а вот обязан быть границей. Входить в границу некоторые компоненты связности. Это все очень бывает по-разному. Может. Здесь у нас одна связанная компонента, но она так визуально, вроде как, компактными слоями разбивается на нечто похожее на связанные компоненты, но на самом деле ими не являющиеся. А вот здесь у нас будет. А вот если мы вот здесь вот заменим скажем слоение на компоненту типа РИБовской, да? То сколько у нас будет компоненту слоения? А, сейчас, нет, это нехорошо. Это нехорошо, потому что у меня с ориентацией беда случилась. Мне надо таких компонентов две сделать. А я и сделаю их две. Чтоб мое слоение было коориентированным, а то совсем нехорошо как-то. Обещал коориентированное, а нарисовал не коориентированное. То сколько тут связано компонент? Давайте, вот упражнение. Сколько связано компоненту этого слоения? Кто посчитал? Математики делятся, как известно, на две категории. На три категории. Тех, кто умеет считать, а те, кто не умеет. Сколько здесь связанных компонент? Сколько? Шесть. Шесть. У меня тоже шесть. Ура! Ты что-то знаешь, ошибается. Шесть связанных компонент. Из них три. Это компоненты, состоящие из единственного компактного слоя. Две таких компоненты типа Рибовской. Ну и вот эта вот внутренность этой полоски. Она тоже является отдельной связанной компонентой. Раньше она не была связанной компонентой, потому что мы могли выйти наружу. И потом у нас был способ вернуться внутрь. Так что мы объединяли ее со всем остальным. А вот из этих штуковин вернуться нельзя. Если туда попал, то все. Там дальше ходишь по кругу. Ну и давайте еще самое последнее замечание. Состоящие в том, что какую-то замкнутую трансверсаль найти можно всегда. Вот нетривиальным является, интересным является вопрос, существует ли трансверсаль, пересекающая все слои. А трансверсаль, пересекающая просто замкнутая трансверсаль, существует всегда. Значит, трансверсаль существует у любого коориентированного слоения, кооразмерности. Понятно, откуда это следует? Мы уже на самом деле это доказали фактически. Но у вас слоев несчетное количество. Значит, найдется какая-то компонента связанности, в которой есть хотя бы два слоя. А в этой компоненте есть замкнутая трансверсаль. Ну и, собственно, на этом все на сегодня. А порядок? Любые две сравнимы? Любые две сравнили? Ну, то есть, пока все случаи были, где любые две компоненты можно было сравнивать на большее? А, всегда ли можно по трансверсали пройти из одной компоненты в другую? Вот, хороший вопрос. Всегда ли можно пройти по трансверсали из одной компоненты в другую, в какую бы то ни было сторону? Нет, конечно. Ну, конечно, нет, потому что, не знаю, конечно или не конечно, но давайте тут еще, вот эту картинку воспроизведем еще разок. Значит, эти сюда. Вот из этой, вот сюда вы не можете попасть. Потому что вы должны пройти либо сквозь эту, либо сквозь эту, это одинаковая история, да? Как только вы попали сюда, вы ходите там по кругу. Ну, да просто, в них можно только войти. Да, есть компоненты, в которые можно только войти, есть компоненты, из которых можно только выйти. А если вы вышли и сразу обязаны куда-то войти, откуда уже выхода нет, то, а компонент больше, чем две, то значит все. Вы не можете пройти произвольным образом. Ну, там не больше, чем две может, не знаю, насчет, их может быть много, их может быть много таких, в которых либо только войти, либо только выйти. Но, ну, может, можно легко придумать, когда вот из какой-то компоненты в другую пройти нельзя, в принципе. Так, ну вот, давайте на сегодня. Есть еще вопросы какие-нибудь? Ну, можно еще такое упражнение предложить, что если есть компактная сольная граница, связанные компоненты, то она не обязана все заметать полностью с одной его стороны. То есть она должна лежать только с одной стороны, но не обязана как бы все там покрывать. Сейчас, если есть, сейчас давайте я вас произведу в микрофон. Значит, если у вас есть слой на границе связанные компоненты, то связанные компоненты не обязаны, она вот с одной стороны должна лежать, она должна некоторую открытую окрестность покрывать. А как же она может не покрывать открытые окрестности, если, если вот она проходит, вы хотите сказать, что она может пройти здесь, здесь, а вот где-то посерединке не проходить? Да. Ну, да. Можно следить. Минуточку. А, сейчас. Сейчас, секунду. Может, да, может. Может, может. Значит, это что, упражнение придумать пример, да? Да. Упражнение придумать пример, чтобы связанная компонента заметала, вот, не заметала целиком. Какой-то открытый кусок трансверсалия, выходящий. Чего? Давайте мы сейчас это самое выключим и потом обсудим. А при упражнении-то можно, либо доказать, либо... Упражнение, упражнение. Верно ли что? Я будет, давайте я так сформулирую. Верно ли что? Если у вас слой лежит в границе связанной компоненты, и мы выпустим из него трансверсаль, вот, в ту сторону, которая пересекает эту связанную компоненту, то верно ли что? Тут можно найти начальный кусок, который будет в этой компоненте лежать целиком. Верно или неверно? Вот, вопрос. Да, все. Спасибо. Спасибо.